Когда пришли, конечно, кажется, что увидели себя в этом. Скромно стоят в стороне герои дня. Свободные минуты, как глоток свежего воздуха. Медсестры Одинцовской областной больницы любуются работой художников. А те создают не просто очередной шедевр, а подарок на профессиональный праздник. Идея родилась буквально накануне. Проект разработали за считанные часы. В час двадцать уже приступили к реализации этого проекта. Мы, считаю, чуть меньше суток не спали. Сейчас последние штрихи делаются. Медицинская сестра, точно ангел-хранитель, бок о бок с врачами на передовой борьбы с коронавирусом спасает жизни пациентов. Еще в старших классах школы Наталья Дейнега решила ее долг помогать людям. За тринадцать лет работы в инфекционном отделении об этом не пожалела ни разу. Трудно, страшно. Выручают чувство юмора и, конечно, любовь к профессии. Тяжело, конечно, на передовой быть. Но мы справимся, потому что нужно помогать. Если не мы, то кто же тогда? А что помогает держаться? Помогает держаться, наверное, вера в то, что мы выбрали эту профессию. И мы должны достоять до конца, справиться со всем. Сейчас, как на войне, работая с пациентами с COVID-19, медики постоянно рискуют своей жизнью. Но это не останавливает. Долг превыше всего. Сила дает благодарность пациентов и поддержка неравнодушных жителей. Мы привыкли к любым условиям, к любой обстановке в стране. Но сейчас, да, достаточно сложно. Но люди справляются. Сила находится, открывается второе дыхание. Чуть больше суток и 15-метровое граффити готово. Теперь оно для жителей Одинцова. Напоминание о том, как важна работа медиков и какой ценой иногда им дается спасение чужих жизней. В списке погибших от коронавируса российских врачей, фельдшеров, медсестер уже около сотни имен и фамилий. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.